Елена Лысова впервые принимала участие в соревнованиях по тяжелой атлетике памяти Бориса Шестолюка. Спортсменка рассказывает, что на турнире было много сильных и более опытных соперниц, но отличная подготовка и боевой настрой помогли девушке занять высшую ступень пьедестала. Штанга – это очень красивый вид спорта, и он требует большой силы, большой гибкости, большой точности и очень сильные эмоции ты испытываешь на помосте во время выступления. Еще два представителя Видновского клуба «Богатырь» Михаил Романов и Владимир Суржиков победили и выполнили норматив мастера спорта. Владимир принимает участие в турнире уже второй раз и второй раз возвращается с победой. Я начал им заниматься еще до института, я занимался весь институт и образно всю сознательную жизнь. Я им занимаюсь. Я являюсь тренером, у меня есть свой спортивный зал, который направлен именно на тяжелую атлетику. Соревнования проходили в Сургуте. В них приняли участие более 300 тяжелоатлетов из разных регионов нашей страны. Выступления хорошие, сработали все, практически на все подходы. Ну, во-первых, серьезно подошли к подготовке, ответственно, ну, как обычно, когда-то, когда получается в выходные тренировки, в будние, по одной тренировке. Сначала нагрузка большая, потом средняя, потом более-менее, как все по плану. Спортсмены рассказывают, что занятия тяжелой атлетикой и в повседневной жизни помогают. Мне кажется, любые занятия спортом, ну, во-первых, позволяют поддерживать тебе форму, которую ты можешь использовать в жизни. Ну, то есть, я могу делать все, что угодно, и любая активность доставит мне удовольствие. Вот, это, естественно, дает уверенность в себе. Только в тяжелой атлетике полноценная нагрузка на весь организм в равномерной степени. После удачных выступлений тяжелоатлеты не собираются останавливаться на достигнутом. У каждого из них свои планы и задачи. Тем более, что совсем скоро в Ярославле пройдет отбор участников на чемпионат России.